Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я хочу перенетись в глубь шахматной истории и показать вам партию 1973 года, которая была сыграна на международном турнире в Петрополисе между Давидом Бронштейном и Любомиром Любовичем. Эта партия получила в свое время целых два приза за красоту, так что мы никак не можем ее обойти стороной. Итак, Бронштейн играет белым, начинает ходом Е2 и Е4, на что Любович явно собрался обыграть ветерана ходом Конь Ф6. Партия переходит в защиту Олехина, острый контратакующий дебют, но Бронштейн никогда не укрывался от драки и он смело занимает центр четырьмя пешками. Черные размениваются на Е5 и вместо популярного сейчас выхода слона на поле Ф5 он немедленно подрывает белый центр путем С7, С5. Белый продвигает пешку дальше и теперь Е7, Е6. Любович хочет любой ценой расшатать белый центр. Бронштейн пока укрепляет его конем, взятие на Д5, взятие пешкой и С4 играют черные. Главная их идея в том, чтобы вывести слона на поле С5 и помешать таким способом короткой рокировки белых. Надо сказать, что в современных шахматах эта идея очень жестко противостоит ход Д5-Д6, закрывая черного слона в домике и здесь белые имеют подавляющий перевес, но на 1973 год теория на тот момент была пока что не разработана и Бронштейн делает напрашившийся ход, выводя коня в игру. Ну что ж, слон Ж4. Любович играет максимально агрессивно, подвязывает пока белого коня и здесь тоже был очень сильный Д6, закрывая чернопольника и на конь С6 слоны в Ч4. Белые удерживают свой пешечный центр, слон на Эфосе вне игры и у белых значительный позиционный перевес. Однако Бронштейн играет в темповые шахматы, он выводит ферзя в центр, такой многоплановый ход, во-первых отнимает поле С5 у слона, во-вторых атакует черного слона на Ж4, ну и в-третьих пешка С4 теперь тоже под боем. Черные размениваются на Ф3, немножко портят белым пешечную структуру и слон теперь успевает выйти на Б4. Под боем оказывается пешка Д5, белые должны спешить ее защитить, поэтому Бронштейн забирает пешку на С4, однако после короткой рокировки видно, что белые немножко отстают в развитии, их король все еще в центре и если они чуть-чуть замешаются, то черные могут начать решающую контратаку. Однако Бронштейн не из тех, кто любил защищаться и вместо того, чтобы пытаться как-то увести короля из центра, он делает ход ладьей на Ж1, так вот недвусмысленно приглядываясь к пешке на поле Ж7. Здесь интересный момент, Любович играет эту позицию уже не в первый раз, несколькими годами ранее он играл эту позицию белыми против малоизвестного шахматиста и тогда против него черные сыграли Ф7, игноируя угрозу по линии Ж и нападая на слона. На что последовал незамедлительный ход Е5, Е6, грозит попросту мат в один ход, черные перекрывают большую диагональ и слон А6 подбрасывает белую в топку фигуры, черные забирают на С4, взятие на Ж7, король отступает в угол доски. Казалось бы, что у черных лишняя фигура и атака белых не проходит, но здесь Любович наносит нокаутирующий удар. Ладья Ж8, шах. Если побить эту ладью ладьей, то белые забирают пешку на Ф6 и матуют следующим ходом. В партии последовало взятие королем, но тогда ферзь Ж1, шах и мы видим, что у черных нет защиты от появления белого ферзя на поле Ж7 с матом, поэтому уже здесь партия была завершена. Победы белых. Так, Любович играл эту позицию белыми фигурами, но теперь он уже играет черными против Давида Бронштейна. Он, конечно, понимает, что над пунктом Ж7 сгущаются тучи, поэтому ставит он свою пешку на Ж6. Но, конечно, ход укрепляет поле Ж7, однако очень сильно ослабляет черные поля, чем немедленно пользуется Бронштейн. Слон выходит на Ж5, ферзь под боем, отступает на поле С7. Темповой ход под боем Слон. В каких-то вариантах пешка Е5 тоже оказывается под боем, что сковывает движение белого ферзя. И попутно, кстати, создается угроза С5 с выигрышем ладьи на поле Ж1. Слон Б3, пока Бронштейн уводит слона из под боя, и Любович играет максимально принципиально. Слон С5, ферзь вынужден отступить на Ф4, чтобы держать пешку Е5 под защитой. И слон бьет Ж1. Смотрите, Бронштейн уже пожертвовал в этой позиции целую ладью, но все-таки позиция черного короля слишком ослаблена, и Бронштейн продолжает атаку. Д5, Д6, нападая на ферзя. Конечно, очень страшно отступать ферзем вперед, поскольку тогда последует прыжок коня на Е4, и ферзь тут попадает под нападением. Поэтому Любович отступил ферзем на С8, и по сути это является решающей ошибкой в партии. Давайте посмотрим, что было дальше. Король Е2. Смелое движение короля вперед, белые подключают ладью к атаке и оставляют своего короля в центре. Во многом благодаря именно этому ходу партия и получила два приза за красоту, однако объективно сильнее все-таки была длинная рокировка. Бронштейн после партии объяснял, что он хотел сохранить поле С1 для ладьи, и не хотел остановиться под связку по линии С, однако конкретные варианты здесь складываются в пользу белых. Например, слон отступает из-под боя, тогда белые прорываются ходом Е6, взятие на Е6 пешкой, и ферзь Е5, белые просто грозят побить пешку на Е6. Ладья Е8, защита. Ну и здесь интересный момент, в своих комментариях Бронштейн здесь указывает ход Д6, Д7 и говорит о том, что белые здесь выигрывают. На самом деле ход Д7 попросту проигрывает, поскольку черные забирают конем, взятие на Е6, отдают они ладью за этого слона, ну и здесь у белых даже нет вечного шаха, черные сохраняют лишнюю фигуру. Вместо того, чтобы толкать проходную пешку вперед, намного сильнее напасть на мат в один ход ходом слона А6, черные должны защищаться как-нибудь таким способом. И вот теперь конь Е4, многоплановый ход, грозит и шах на Ф6, и взятие слона, и здесь уже черные полностью беспомощны. Так что объективно длинная рокировка была бы сильнейшим решением в этой позиции, но Давид Ионович всегда играл только на красоту, и король идет вперед на Е2, оставаясь пока в центре. Это дает черным хорошие шансы спастись, нужно было только сохранить слона на Ж1 и вывести в бой ферзя, угрожая в каких-то вариантах шахом на поле Ф2, и здесь действительно сказывается неудачное положение короля. Эту партию комментировал потом гроссмейстер Евгений Васюков, он здесь предлагал забирать ход Е6, ну что проигрывает после шаха, и потом черные спокойно выводят коня под бой белой пешки. Выясняется, что у черных слишком много фигур, и белый король оказывается здесь тоже в беде. Ну и также неудачный ход конь Е4, вроде бы Ф5 всегда не годится именно из-за этого хода, однако после шаха с поля Б5 выясняется, что у белого короля нету удачных отступлений, и тоже черные перехватывают инициативу. Ну современные движки на ход Ф5 указывают, что белые могут пожертвовать еще и качество на Ж1, и только после этого толкнуть пешку на Е6, но это их тоже не спасает. Например, конь идет также под бой пешки, белые забирают на Ф7 с шахом, объявляют шах на поле А6, и здесь последняя попытка белых спастись, это сыграть слон Ж5 с угрозой мата на поле Ф6, ну и попыткой таким способом вынудить повторение ходов. Однако черные не обязаны идти на повторение, они могут пожертвовать пешку путем Х7-Х6, уступая до короля поля на Х7, ну и после взятия этой пешки ферзь просто возвращается на С5, и черные получают решающий материальный перевес, белый король тоже чувствует себя не совсем в безопасности в центре. Таким образом, ход король Е2 не только выпускал победу, но и по сути ставил белых на грань поражения, но Любомир Любович не разбирается в позиции, и вместо того, чтобы вывести ферзя, уходит слоном обратно в оборону. И этот ход уже проигрывает партию, следует конь Е4, теперь и слон в каких-то вариантах под боем и грозит вторжение на поле Ф6, черные пока подтягивают коня к защите, белые связывают слона, черные подтягивают ферзя, и в этот момент Давид Бронштейн жертвует качество на С5, ради того, чтобы отвести черного коня от защиты собственного короля, потом шах на Ф6, король отступает в угол, и ферзь А4, грозя просто матом в один ход, черные объявили шах, и в этой позиции Давид Бронштейн продолжает свое победное шествие, король идет на поле Е3, прямо в разгар борьбы, белые пожертвовали уже две ладьи, и вышли королем в центр, и как это ни странно, дальнейшие шахи ничего не дают, король просто скрывается на поле Ф2, потом на Ж2, и шахи заканчиваются, Любович попытался сыграть на цейтнот соперника, поставил пешку на А5, но белые, естественно, жертвуют за эту пешку коня, здесь уже Любович от безнадеги жертвует ферзя за слона, лишь бы не получить немедленно мат, но белый король бесстрашно идет в центр, уничтожает одного из коней, белые остаются с ферзем против ладьи, ну и здесь атака белых очень сильна, Любович пытается играть на цейтнот соперника, у Давида Бронштейна остаются считанные секунды, но все-таки ферзь на доске вновь появляется, и с лишним ферзем Бронштейн уверенно доводит партию до 40-го ходом, и вот после хода Ф4 контроль был пройден, время на часах соперников добавили, и Любович поизнал свое поражение, впоследствии эта партия получила два поиза за красоту, поиз шахматного информатора и поиз межзонального турнира, в котором она игралась. Однако давайте вернемся в самое начало этой партии, и скажу вам, что Любомир Любович очень принципиальный игрок, и шестью годами позже он полностью повторил вариант, который случился в партии с Давидом Бронштейном против израильского мастера Ягуды Гюнфельда. Итак, давайте посмотрим, как там было, это все встречалось в партии Бронштейна, ладья Ж1, Ж6, слон Ж5, слон вступил на Б3, черные забрали ладью на поле Ж1, Д6, и если вы помните, то против Бронштейна Любович отступал ферзем на поле С8, однако через 6 лет он все-таки нашел правильный ход, ферзь идет на поле С5, в центр. Мы с вами помним, что во время партии черные отказались от этого хода из-за прыжка коня на Е4, и здесь уже Бронштейн приводил следующие варианты, например, ферзь Б4, шах, король Ф1, нападая на слона, ферзь находится тоже в опасном положении, грозит шах коня на поле Ф6 с выигрышем ферзя, и белые здесь выигрывают, либо второй вариант попытаться откупиться материалом, сыграть ферзь Е3, но это тоже проигрывает после размена на поле Е3. У белых не так уж и мало материала, все-таки у них не хватает просто одного качества, но очень сильны центральные пешки, и тоже здесь белые должны добиться победы. Это варианты, которые приводил Давид Бронштейн, однако Любомир Любович посмотрел позицию более глубоко, и вместо того, чтобы давать шах на Б4, либо откупаться материалом, он ставит ферзя на поле Д4 под защиту собственного слона, и здесь ферзь очень неприятно давит на позицию белых, не дает им скоординировать свои фигуры, в частности, не дает в каких-то момент прыгнуть конем на Ф6, поскольку последует размен ферзей. Ладья Д1 играет белый, темповой ход, Любович смело забирает пешку на Б2, и Е5, Е6, белые рвутся в атаку пешками, казалось бы, что позиция черных обречена, однако Любович холодно выводит коня в защиту, просто ставя его под бой пешки. Белая пешка устремляется дальше на Е7, теперь под боем ладья, если ладья отступит, то белые с решающим эффектом забирают пешку на Ф7, однако Любович забирает пешку на Х2, предлагает размен ферзей, и тем самым отдают ладью обратно. Ну что ж, откупились с черной ладьей, но это пока у них две лишние пешки. Белые разменяли ферзей, перевели игру вот в такой вот Эншпиль, и здесь у белых, конечно, сохраняется компенсация, нужно было просто сыграть ладья С1, с угрозой где-то заехать на 7 ряд, у белых не хватает двух пешек, но за счет активности фигур и сильной проходной пешки на Д6, у них полная компенсация, однако в партии последовал неудачный ход к королю в 2, и в чем его неудачность, вы увидите уже на следующем ходу. Теперь после ладья С1, черные имеют тактическим путем перекрыть линию С, они играют конь С5, брать коня нельзя из-за шага на поле Д4, именно в этом неудачное положение короля, но в партии последовал ладья Д1, и черные постепенно разменяли активные фигуры белых, и реализовали лишние пешки. Вот так вот продолжалась партия, и после хода Б5 черные признали себя побежденными, белые признали себя побежденными, таким образом Любомин Любович спустя 6 лет взял все-таки Айван, в защите Олехина после разгромного поражения от Давида Бронштейна. Ну что ж, кому понравился этот обзор, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok